Всем привет, друзья! С вами JetPot90 и вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев. Сегодня у нас игра, которая не является, конечно, новинкой. Она не появилась буквально вчера или сегодня, но всё-таки это очень крутой, серьёзный игровой проект под названием Titanfall. Если кто-то не знает, кто-то не сталкивался с ним, это продолжение самой первой части. Сегодня мы рассмотрим вторую. До первой, я думаю, тоже можно добраться, если вы, как зритель, выскажете такое желание. Titanfall — это разработка американских ребят, американского целого сообщества под названием Respawn Entertainment и издаётся всё это под гидой Electronic Arts. Что такое Titanfall? Это меха, ММО, плюс это научный такой высокобюджетный проект, шутер от первого лица. В общем, это всё сразу, всё вместе взятое. Хороший этот проект или плох, мы сейчас с вами как раз и будем оценивать. Если кто-то вообще помнит первую часть, я в них когда-то играл и приобретал её себе даже, то получилось тогда всё это нестандартно. Появились новые игровые механики, которые, казалось бы, сначала были бы достаточно простыми и люди их восприняли неоднозначно. Но после появления Titanfall первого стали выходить другие игровые проекты, в которых эти игровые механики стали реализовываться на постоянной основе. Я сейчас говорю про такие игрушки, как Call of Duty Infinite Warfare и Titanfall 2. Ну, по-моему, даже ещё в некоторых играх это тоже появилось. В общем, сегодня мы с вами оцениваем эту игру. Почему мы её оцениваем? Потому что сейчас на платформе Origin идёт абсолютно бесплатная неделя. По-моему, там, ну, если не 100% игр, то большая часть игр доступна бесплатно на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому, если вы давно хотели попробовать некоторые ААА-проекты, ну, или просто любые игрушки, которые продаются исключительно на Origin, но при этом вы не могли себе этого позволить, так как, я честно скажу, да, там действительно очень высокие цены и там не продаются игры за 20 или 30 рублей, то сейчас самое время, потому что действуют скидки от 30% до, по-моему, 80%, то есть там прям такая серьёзная распродажа. И там доступны все крутые проекты, такие как Titanfall 2, к примеру, который сегодня и попал в раздел обзора. Поэтому у меня есть большое желание наконец-то в него поиграть, наконец-то о нём рассказать, вам своё мнение высказать, ну, а вы сможете потом поделиться со мной своим взглядом на эту игрушку. В общем, подписывайтесь на мой Twitch и YouTube канал, на YouTube нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещения обо всех новых видео, которые выходят у меня на канале. И, конечно же, вступайте в мою группу ВКонтакте и на платформе Steam. Все ссылочки, ребята, будут в описании сразу после этого видео. Ну, а я продолжаю, только сейчас единственное, что открою чат в Twitch, потому что тут в одном из моих видосов, да, сказали, что «О, сейчас бы вот чат не читать, когда ты стрим ведёшь». Друзья, ну, вы должны понять, что стримеры — это не люди-миллионеры, да, и у каждого есть свои определённые трудности технического характера. Моя трудность в том, что у меня всего один экран, и второй экран — это мой смартфон, который не всегда доступен мне, он иногда бывает занят, да, это нормально. Всё-таки телефон есть телефон. Поэтому не ругайтесь, я читаю чат на Twitch, поэтому, если кто-то будет задавать вопросы, кто-то захочет что-то узнать, попросит меня куда-то там повернуть, что-то нажать, заходите на Twitch и задавайте все вопросы там. С большим удовольствием прочитаю чат на VK Live. Чат, к сожалению, не доступен в данный момент. Ну что, я переключаюсь, переключаюсь на игру Titanfall 2. Давайте уже её изучать, давайте в ней копаться. Сейчас я жду только, что в ВБС она захватится. Да, в ВБС игра наконец-таки захватилась. Итак, это начальный экран Titanfall. Это пробная версия. Именно она сейчас доступна на Origin. У нас есть две миссии от компании и плюс неограниченное количество игр в сетевом режиме. При этом общее время игры, по-моему, 10 часов нам доступно. Но, следовательно, мы в течение 10 часов можем поиграть столько, сколько хотим и наиграть столько, сколько нам влезет. Визуально, да, здесь всё выглядит достаточно весело. Плюс, единственный минус такой серьёзный, который меня взбесил, это наличие рекламы здесь. Но, я не знаю, наверное, это потому, что это пробная версия. Поэтому сюда впихнули рекламу, дабы те люди, которые захотят что-то покупать, они будут решать для себя, оно вообще им надо или нет. Ну и, естественно, в наличии здесь всего три кнопочки. Это компания, сетевая игра и опции. В компании доступно обучение, пробное задание и возможность приобрести полную версию Titanfall. Сейчас, кстати говоря, со скидкой, по-моему, 60%. То есть, там очень большая такая значимая скидка. Поэтому, кто давно хотел Titanfall 2 купить себе. Ребят, вот сейчас тот период, когда есть смысл посмотреть на обзор и, возможно, после этого принять решение о покупке. В сетевом режиме есть только одна кнопочка. Ну и в опциях есть управление аудио или видео. В видео, естественно, все вот так глобально, да, все по-серьезному. Но, что мне очень понравилось, я выкрутил все на очень высокие параметры. И вы не поверите, все работает вообще без лагов, ребят. Вообще без лагов, без каких-либо просадок. Меня это безумно радует, безумно взбудоражило. Я прям в восхищении был от этого. В звуке есть настройки общей громкости, естественно, музыки, голосового чата. Ну и прочие, может быть, порой даже ненужные режимы. Решайте сами, оно вам надо или нет. Ну и кнопки управления, это уже к тому как. Я обычно не трогаю, да, управление, оставляю как есть. Ну, пусть что будет, то будет. Ну что, я предлагаю пройти обучение в компании. Давайте посмотрим, на что эта игра способна, что она нам предлагает. И потом попробуем одно задание пройти. Да, режим полосы препятствий и повторно воспроизвести курс обучения. У меня он, видимо, уже пройден. Поехали! Ай-яй-яй, а вот со звуком-то траблы, да? Да, давайте я сейчас пропущу. У меня что-то сегодня, походу, глючат звуковые драйвера. Сначала была проблема в программе новинки в Steam, что меня сильно поразило. А теперь вот проблема даже со звуком в игре. Это странно, скажу я вам. Наверное, придется перелопачивать опять все драйвера в винде и пытаться все это стабилизировать как-то. Такого быть, конечно же, не должно, естественно. Посмотрим. Я постараюсь сегодня все налазить, друзья, но я думаю, нам это особо не помешает, потому что это видно и слышно только в промо-роликах. Мне кажется, во время игры, во время стрельбы это не будет особо заметно. Но в любом случае, я сейчас, если что, просто убавлю немножко нагрузку на графику, и я думаю, после этого просадка уменьшится по звуку. А может, ее и не будет вовсе. Может, эта просадка только в роликах. Начнем, Купер. А, черт. Похоже, установки сброшены. Да? Придется калибровать заново. Давай покалибруем. И нет проблем со звуком, как вы слышите, это очень забавно. Ну как тебе, Купер? Да нормально, что? Светится и светится. Все, мы готовы. Посмотрим, что ты запомнил с прошлого раза. Установка нейронной связи. Это не совсем связь с Титаном, но похоже. Поехали. Чтобы выучиться новому, нужен особый настрой. Ого, намного лучше. Твое обучение не входит в число моих задач. Но я вижу в тебе задатки. И потом, у нас война. Когда тут учиться-то? Вот так, прыжок и готово. Ускоримся немного. Активирую прыжковый модуль. Прыжковые модули работают по принципу ослабленной устойчивости. Когда прыжковый модуль адаптируется к твоим движениям, ты к нему привыкаешь, как к родному. Прекрасно? Да? Сделано по мотивам моей родной гармонии. Красиво. Блин, тут не приближает особо. Вот за что мы сражаемся, Купер. Да что? За миры, где есть что-то кроме металла и дыма. А, понятно. За свободу жилья в гонке. И в разветании. Мне не дают туда наступить, это очень забавно. Можно ли? О, я могу забраться на дерево? Фига, я на листьях стою. Вот это я монстр. Давай удостоверимся, что прыжковый модуль настроен. Попробуй пробежать по стене. Да пробежал уже. Да, это все стандартно. Времен битвы при Диметре мы отбили больше четверти фронтира. Да? Ополчение теперь лучше организовано. У нас все больше добровольцев. Таких, как ты. Классный костюм выглядит. Хорошо прорисовано. Детализация высокая. Мне нравится. Теперь сами их преследуем. В бою все идет не так, как ожидаешь. Будь готов использовать любое оружие, что найдешь на поле боя. Это только некоторые из моих здешних наводных оружия. А, обидно. Пора на стрельбище. Так, смотрите, там еще оружие. Это, наверное, все то же самое, да? Оно примерно одинаковое, разбросано просто по локации. Круто выглядит. А, вот они все стволы. На что я там смотрел? Чтобы стрелять точнее, используй прицел. Хорошо, потренируйся еще, если хочешь. Иди на полосу препятствий. Ух ты, какой прицел-то. Так, что-то у нас еще есть. Это мы, по-моему, использовали. Что за маленький пистолетик? Пек, а тут у нас крутой пегль. Пегль. Прикольно. Так. Все-таки вот это, да? Или даже у нас что-то еще есть? Что-то еще такое. Так, это же я вроде брал, нет? Или мне показалось? Все, что ли? Я все поюзал? Так, здесь... А, нет, это я не брал, да? Фигня какая-то. Так. Нормально. Вот это оставим. Вроде неплохо. Ну, что хотел? Туда, что ли? Ладно. У меня для тебя новые испытания. Норматив 2 минуты. Оба. Чтобы продолжить, старайся лучше. Следуй за голограммой или найди свой путь. Следуй за голограммой или найди свой путь. В бою пилоту нужна гармония между скоростью и методом. И то, и другое одинаково важно. Можно препятствий к локерам до автоматизма отточить наши навыки. Не помни, по стене ты бежишь быстрее и по земле. Попробуй. Ай. Да ну ё-моё. Да ну ё-моё. На 1,7. Хороший забег. Видишь таблицу результатов? Поздравляю с новым рекордом. У всех есть сильные и слабые стороны. Так что пройти это испытание несколько раз с разным оружием. Посмотри на таблицу результатов, чтобы узнать, как улучшить свой. Ну, это понятно. Раз уж ты разогрелся, не хочешь попробовать себя в гонке против голограмм других пилотов? Блин, 25 секунд, да ладно, вы чё? Да ладно, это невозможно. 25 секунд. Ну-ка, ща попробуем. 25 секунд, да ладно. Да это мне кажется нереально за 25 секунд, слушайте. Да, так я даже не представляю, как за 25 секунд убежать. Это же бред. Итог, шестое место, да ладно. Это же прикольно. С полосой препятствий всё? Да, да, да. Да, да, всё, всё. Икс, что там дальше? Смотрим, что там ещё. Хорошо, тебе это понравится. Тебе пора познакомиться с лучшей половиной любого пилота. Титаном. Давай-ка его вызовем. Да, наконец-то я готов, конечно, давай. Наконец-то я готов. Так держать. Ладно, так. Нам потребуется больше места. Это мой напарник Би-Ти. Он Титан класса Авангард. Собственная технология ополчения. Наш первый собственный корпус Титана. На этот раз нам не пришлось красть варе. Не дают спуститься, блин. Давай, стрелок. Вызывай своего первого Титана. С поверхности спуститься не дают, засранцы. Чё, на В, чтобы призвать Титана, да? Посмотри в небо. Вон он. О! А чё? Ладно, стрелок. Тут скоро будет очень жарко. Системная ошибка. Вытаскиваю тебя. Отключаю все дополнительные системы. Купер, приготовиться. Полегче хол. Он только из виртуалки. Дай ему прийти в себя. Сейчас будет готов, не сомневайся. Наш, сэр! Чё, после виртуалки надо приходить в себя? Очень странно. Ну, блин, очень крутая анимация, конечно. Очень здорово выглядит игра. Ты хорошо справился. Постепенно набьешь руку. Спасибо, дайте мне выйти отсюда. Мы еще сделаем из тебя, пилота, стрелок. Но не сегодня. Нет времени. Пластимоза. Андерсен Цинн, увидимся. Сегодня мы увидим новую планету. Может, даже погибнем на ней. Увидимся, Купер. Давай. Давай, мужик. Окей. Удачи, да. Показал меня пилот. Окей. Он как-то вот так показал. Он показал скромно. Да, давайте. Где я тут? Вы выпустите меня уже. А, все. Обучалка на этом закончилась. Очень прикольно. Кстати говоря, это прикольно. Так, начать пробное задание. Давайте. Хочу пробное задание. Насколько я слышал, я просто никогда не смотрел фулл обзор и фулл прохождение Titanfall 2. Здесь очень крутая сингл-компания. Прямо она очень-очень эмоциональная. С невероятной графикой. Ну, по графике мы уже поняли, что игра будет красивой. Здесь очень продуманная, очень широкая игровая компания. И я сейчас хочу посмотреть, если это правда, если я увижу действительно здесь прям что-то, что меня зацепит, то, возможно, я даже напрягусь и все-таки приобретую эту игру, так как хотелось бы мне ее хоть раз пройти полностью. Ну, и плюс ко всему, первая часть Titanfall у меня есть в разделе Origin. Я себе ее покупал, когда она вышла. И несмотря на то, что я слышал, что очень много негативных отзывов было про Titanfall 1 в связи с недоработками и косяками, но все-таки игра стала крутой, очень. И вот вам вторая часть. Пилот, нам нужно идти. Да-да-да, я уже понял. Блин, как прикольно, а. Не очень красиво, конечно, нарисованы, да, вот горы, скалы и прочее, но вы посмотрите, все равно в целом просто вот атмосфера в общем. Это же безумно красиво, да? Очень круто, мне нравится. Пилот, я вижу впереди нас маяк. Окей, и что ты хочешь от меня? Вытяну связь. Скалер фиксирует минимальную мощность. Потребуется ремонт. Внимание, фиксируй несколько объектов. Обнаружен противник. Ловцы, похоже, запрограммированы на шторм комнаты управления. Классно титан действует. Внимание, в тумане обнаружены следы ядовитых химикатов. Так, что это за туман? Что это за туман? Сканирую. Туман представляет собой токсичный выброс энергосистемы маяка. Рекомендую вам находиться в кабине при содержании в атмосфере более чем миллионной доли втористового вольфрама. Садитесь в кабину и отправляемся. Круто. Режим пилотирования. Круто. Пилот, я обнаружил бойцов ополчения в комнате управления маяком. Они передают сигнал убийстве. Подключай. F1, чтобы установить новое снаряжение. Так. Эй, там! Прием! Пилот! Ты нас слышишь или нет? Да-да, слышишь. Нас требуется помощь! Это капитан Коул, третий гренадерский отряд ополчения. К нам ловятся лапцы. Помогите! Рекомендую помочь им уничтожить ловцов, а потом напрямую связаться с пехотой ополчения. Фактическая рекомендация раздавить их. Мой корпус весом в 40 тонн справится с мелкими врагами. Такой прикольный. Угроза нейтрализована. Отлично. Эта победа подняла коэффициент вашей эффективности. Крут. Крут, крут, крут. BT-7274 силам ополчения. Все угрозы нейтрализованы. Вы нас спасли. Да мы знаем. Эта лапка все перли, перли. Да мы лучшие. Долго бы мы тут не продержались. Да я в курсе. Открываем наружный плюс. Заходите. Пилот и пилот на подъемнике. Маккор, поднимай, выполняй. Пуши. Пилот, рекомендую покинуть кабину. Да не вопрос. Здорово, мужик. Капитан, что там с маяком? Нет питания. Контроль над маяком утрачен. Чтобы перезапустить систему, нужен вот такой прибор. А то этот накрылся. Классификация. Дуговой инструмент. Функция. Выработка до 5 мегаджоулей энергии. Да, да, мы знаем, что это. Почините его. К сожалению, нет. Сенсоры показывают, что на подстанции есть еще один, но спуститься туда почти нереально. Не годится этот маяк для людей. Понял вас. Пилот Купер, рекомендую соблюдать осторожность при перемещении по подстанции. Вы должны найти дуговой инструмент. Когда строили этот маяк, никто не думал, что им станут управлять люди. Этим занимались специальные дроны. Удачи, сэр. Надеюсь, вы вернетесь. Мы слишком многих... Народ, вы тут что, живы? Нет, нормально все. Это для нас большой победы. А радости почему-то не хорят. Плод Диметра, это только третья часть техпила. Тут что такое? Дробовики, они везде берут дробовики. Зачем они пользуются дробовиками? Это же неэффективно. Это же круто, только в ближнем бою. Мне нужно куда-сюда, что пиликать? Нет, не сюда. Проникся на подстанцию, найдите дуговой инструмент. Да, я понял. О, прикольно. Блин, классно. Мне нравится, как визуально все оформлено. Очень приятно, очень красиво. И меня безумно радует производительность в этом игровом проекте. Вот вы представьте, да, что у проекта уровня ААА, который работает на ультра настройках без проблем. Вы такое себе можете представить? Вообще, потому что я нет. Для меня все проекты уровня ААА, это серьезные проекты, которые требуют очень много, очень много, действительно много ресурсов. А тут вот, пожалуйста, работает все. Да, что это, хорошо, что пилот снова с нами. Так, куда мне идти-то? Отыщи дуговой инструмент. Дуговой инструмент отыскать, да? И как он выглядит? Хотел бы я знать, как выглядит дуговой инструмент. Пукалка, но это нам не надо. Дробовик. То есть, по любасу, да, дальше надо пиликать. И, скорее всего, вон туда, вниз, к роботу. Пилот, я подключил все дисплеи вашего шлема для наблюдения. Если вам потребуется помощь, канал открыт. Напомни, что я тут делаю. Лети, напомни, что я тут делаю. Вы должны забрать дуговой инструмент. С его помощью мы сможем запустить систему питания и восстановить работу маяка. Мои сканеры фиксируют энергослед инструмента на подстанции. Понял. Офигеть, я чуть не грохнулся. Лети, что это тут со стенами? Сканирую. Неизолированные силовые цепи. Контакта с ними следует избегать. Продвигайтесь вперед с осторожностью. Ну, спасибо, подсказал. Так, и... Зачем я сюда бежал, кто-нибудь знает? Я вон там пробегал, да? Мне теперь вон туда, что ли, бежать получается? Просто тут, походу, больше некуда. Ага, я понял. Так, пробежал. Спасибо. Контрольная точка, это понятно. А, тут куда? Наверх, что ли? Или я оттуда пришел? Нет, наверное, я все-таки не приходил оттуда. Да, полюбасу туда, потому что больше некуда. Это у нас что такое? Хочу такую пушку. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Да, ё-моё! Эй-ху! Вот это фига меня! Я что-то в шоке от происходящего. Что-то в шоке от происходящего. а а да Что такое? Кто там? Долбануться. Долбануться. Тебя, кстати, нейтралов поубивал, ну ладно. Это не страшно. Фух, чуть не свалился. Капец. Чуть не упал в самый низ. Нашел шлем пилота. Забавно. Видим какие-то бонусы, что ли? Так, тут никого. Где ключик-то этот? Отыщите дуговой инструмент. Контрольная точка. Да, я уже понял, что мне туда надо прыгать. И по всей видимости, это лучше делать вот по той штуке. Да? Да ёлки б... Соскользнула с этой шняги, блин, а? Обидно прям. Как-то я так. Ну, и что он мне предлагает? А как этого активировать, да? Ну-ка запустить голограмму. Ага, вот так он мне предлагает. Таком убило. Такому било. Я аж это думал Все, короче, не пробегу Не так это легко, как кажется, ребят Слушайте, это даже очень интересно Контрольная точка Сканирование местности Анализ данных Давай, голограммы, поехали Ну точно так же, да, получается Да Ай-яй-яй Да ну что ты будешь делать Джетпот, болван Джетпот, болван Это нормально Непривычно, скажу я вам Очень непривычно так вот бегать Это привыкать надо к такому Отключите турбину Отключить турбину Окей Чтобы ее отключить Нам что нужно сделать Куда-то вернуться, да Полюбас ведь Сенсоры обнаружили комнату управления Наверху шахты Выделение из вентиляции Несмертельное Ааа, вот так вот Прикольно Взлум произведен. Вентиляция отключена. Не бойтесь. Прыжковый модуль сущей падения. То есть, мне вниз, что ли, стягать? Нифига себе, он офигел. Он мне предлагает вниз, да, прыгнуть? Ну, как бы, ладно. Так, а сюда нам не надо. Так, а сюда нам надо. Отлично, пилот. Вы добыли дуговой инструмент. Расстроился. Возвращайтесь в комнату управления. Мы готовы завести систему. Ага, вот так, да. Пилот, на центральной трубине есть переключатель ручного управления. Пилот, настреливание. 4902. Завершён. Ставцы. Энергоподстанция третьего маяка. Пронисновение противника. Активированы протоколы блокировки важнейших функций доступа. Требуется ручное активация дугового инструмента. Продолжение следует... Так, а где у нас там? Это вон туда, что меня запрыгнуть, я так понимаю, да? Вряд ли это туда. Продолжение следует... И это... Ух ты ж, ё-моё! Вот так вот, да? Да, что-то всё закрывается, это страшно. Идёт охлаждение радиатора. Нагреп радиатора 75%. Нагреп радиатора 75%. Нагреп радиатора 75%. Дробовик классный, но дистанция действия у него узко ограничена, конечно. Нагреп радиатора 75%. Нагреп радиатора 75%. Так, я понял, нужно стрелять, по каждой отключать её. Сейчас она загрузится опять. Прикольно, слушайте, вообще классная миссия. Нестандартно проходится, очень приятно смотрится. То есть ты вот так будешь, да? Ты не будешь запускаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не туда запрыгнул. Да, конечно. Нужна, конечно, привыкаемость, ребят. Без привыкаемости вообще нереально играть. Абсолютно. Спасибо. Хотя мне кажется, что вышло криво, но да ладно. То есть единственный нюанс в этой игре, вот я имею в виду с особенностями вот этого джамп-рана, да, то есть прыжок и бег, надо привыкнуть к этому. Там есть определенная дистанция, определенный радиус. Пока не поиграешь, по-человечески ты вообще этого не поймёшь. Потому что на бум запрыгивать, пробегать, испрыгивать, ну и конечно может каждый, я не спорю. Но на выхлопе это может получиться как у меня, да, я не туда сиганул и меня грохнуло. А представьте теперь, что в сетевой игре, да, что для того, чтобы посетить окрубиться, это нужно реально постараться, очень сильно. Да, спасибо. Да, я тоже. Осторожно, выявлен высокий уровень радиации. Костюм даст вам лишь временную защиту. Рекомендую двигаться быстро. Я бы там не задерживался, иначе можно неслабо так поджариться. Ладно, открываю дверь через три, два, один, вперёд. На, давай, 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 давай. Мощность 100%. Рекомендую немедленно подгинуть камеру. Отлично, пилот, питание восстановлено. Фига себе. Отлично, питание есть. Открыть заслонки. Классная миссия. Открываю заслонки. Диагностика завершена. Мощность 100%. Перенастроить наведение антенны. Запущена перенастройка модуля наведения. 50%. 70%. 80%. 90%. Внимание, выявлен вход, аварийное отключение. Свою мать, что там случилось, отрежайте. Не ясно, какая-то охранная система. Капитан, модуль наведения отключён. Проклятье, держу пари, АМС на подходе. Разумное предположение. Маккорд, можно обойти этот модуль? Нет, сэр. Если только мы не хотим отправить сообщение всему флоту. Вот засранцы, отдайте мне блястол. Пилот, теперь вся надежда на ваши таланты. Да ладно. Опять? Придётся нам ещё раз прогуляться в пекло. Устранить неполадку на месте и вернуться сюда как можно быстрее. Опять сюда, что ли? А куда бежать-то? Аллей. Ну? Режим пилотирования включён. А, это на улице всё-таки. Куда идти-то? Вон туда что-то. Будьте осторожны. Мы уже потеряли там немало отличных бойцов. Сканеры обнаружили тело пилота. Он зафиксирован в моей памяти как превосходный боец, достойно проявившийся до скольной операции и зло. Тон, скорч, пожалуйста, чем хотите себя вооружить? Дробовик, энергетическая винтовка, брут, ракетная установка и скорч, гранатомёт и тон, полуавтоматическая пушка. То есть F1 это выбор вооружения, да, на постоянной основе? Обидно, что здесь пилот валяется целый. А, тут ускорение вперёд, типа он не прыгает, да? Ну, ладно. Ага, понятно. Требуется договой инструмент. Сканеры обнаружили действующий модуль наведения. 428 метров к северо-востоку. Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Ты чё, угораешь? Ты точно уверен? Ты точно уверен. Вероятность успеха 68%. 68%, а остальные 32%. А остальные 32%. Существует 32% вероятность неполного переброса. Последствия критическая травма, обильное внутреннее кровотечение и множественные открытые переломы. Возможны тяжёлые увечья. Так же... Ветер три узла, направление 274, дистанция 95 метров. Добрый парень. Без бросаемого объекта 89 килограммов. Доверьтесь мне. Типа у меня есть выбор, да? Хороший бросок. Хороший бросок. Раб помочь, пилот. Удачи вам там. Рихтер, это близко. Катас смешно. Этот чёртов пилот пытается наладить маяк. Разберись. Рассчитываю на тебя. Конец связи. Всем силам безопасности это Рихтер. Быстро к маяку найдите этого kleinen man und lass mich nicht hängen. Принято. Золо 1, килл 1, начинайте. Альфа 2, спускайте бойцов. Вперёд! Так. Я так понял, мне полюбасу не сюда, мне туда. Я не знаю, зачем я это делаю, но... Ладно. А, тут предел, да? Окей. По всей видимости туда бежать надо просто, поэтому я это и делаю. Хотя выглядит это очень странно. Я честно вам признаюсь, друзья мои. На пути к вам десантные корабли АМС. А кто там пришел? Видите, честно? Что там пришел? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, это свои. Хорошо. Свои это всегда хорошо. Так. Вот я об этом говорил как раз. Что это интересно мне дает? Вот я эти два модуля повернул вон там, вон там. Но это просто, по-моему, туда пройти дальше, нет? Мол, прыгай вон туда и наслаждайся жизнью. Вообще, я другого варианта тут не вижу. Да, это мне ни к чему, потому что я и так прошел напрямую. Странно, очень странно. Врага, все пути кафе. Все пути кафе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тойоты-мойоты, то есть они против меня еще вот так вот, да? Они против меня еще и Титана вызвали. Долбануться, я вам скажу, это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Жесть вообще, что-то я пока не в курсе, как против этих, сражаться против титанов. Продолжение следует... О, два попадания. Так, я вообще в него не попадаю, я так понял, да? Продолжение следует... Да, я в курсе, что ты меня видишь. Да, я в курсе, что ты меня видишь. Да, я в курсе, что ты меня видишь. Не приезжайте, пела врага! Не могу вести огонь, цель куда-то исчезла. Кто её видит? Никого тут не вижу, ищем! Долбануться. Так, это откуда пришло? Офигеть, вообще просто обалдеть. Не могу в курсе, что ты меня видишь! Долбануться. Не могу в курсе! Треть! 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 Засраны. Тут ничего полезного. Кто тут? Я не пойму, кто стреляет? А, вон они, понятно. Внимание! Идут в наши центры! Совсем офигели. Ни капли уважения к старшим. О, шоу! О, шоу! О, шоу! Так. Фараболическая антенна. То есть мне вон туда, по идее надо, да? Все слышали? Отсмотрите! Бежит, Эль, на полосу! Сума, они, Эль! Там нужно подкрепление! Они должны уйти! Арт-1-4, направляем подкрепление. Они идут через три минуты. Я следующий! Кто-нибудь! Мне нужна помощь! Отлично! Ух ты шьё! Я чё-то не сиганул, куда не надо. Вот я балда. Угу. Так, тут нормалёс. Тут врагов нет. Нам надо вон туда. А чтобы туда попасть, по всей видимости, нужно развернуть вот эту штуку. Да, я прав. Контрольная точка. Так, блин. Слушайте, это долгий процесс-то. О! Наверху шлем вижу. Найден шлем. Два из девяти. Угу. 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 Доптс! Долбануцца! Тихо! Тихо, ток, не падаем. Так, и чего нам нужно? То есть вот так вот, да? И это означает, что? Что вообще это означает? Чем-то означает, нет? Потому что мне кажется, нет. Так. Да, я... Почему-то я так и думал, если честно. Килл-1-4, вы меня слышите? Килл-1-4, прием! Меня не слышат, не слышат они тебя. Внимание всем! Килл-1-4 не отвечает. Готовьтесь к столкновению на четвертом маяке. Принято. Вы на четвертом маяке. Готовимся к перехвату. А, то есть тут как бы это, типа на свое усмотрение. Понял. Обычно до блока они двигаются. Вот так вот, да? Ну, наверное, я уж не знаю, так или не так. Но потому что здесь другого варианта вроде как нет. Я что-то слышал! Видите, Сэн! Кажеский пилот, все назад! Выпустить лобзо! Да, ё-моё! Да, используйте маскировку на среднюю кнопку мыши. Тут есть маскировка. Так, ну ладно, я уже затянул, меня увлекло. Я говорю, это просто, это весело, это очень весело, ребят. И хочется продолжать играть. Я не буду этого делать. Так, с последней контролем будет потерян. Да, выйти в главное меню, нормально все. В общем, давайте сделаем какие-то выводы об игровом процессе. Иначе у нас получается уже не совсем обзор, а больше стрим полноценный. С одной стороны, это неплохо, это хорошо, потому что надо все-таки тестировать, надо пробовать. Но, блин, обзорный стрим, это не обзор, конечно, но он должен быть в разумных пределах. Итак, давайте подытожим. Сейчас я секундочку создам файлик и поехали. Первое, что мы видим, это интерфейс, с которым мы столкнулись. То есть, да, к сожалению, здесь либо в пробной версии, либо в целом в игре интерфейс непонятно зачем загружен рекламой. Реклама это нехорошо в подобных проекциях, это вообще ни к чему, я считаю. Как обычно, это нужно делать очень органично и искусно. Но здесь это прям вот посередине экрана впухнуто в интерфейсе. Это выглядело очень неприятно и некрасиво. Но, опять-таки, может быть, это проблема исключительно пробной версии. И по этой причине там запихнули рекламу, мол, покупайте полную игру и вам будет хорошо, и всем будет хорошо. Я не знаю, возможно, это так. Но, опять-таки, интерфейс в целом выглядел просто слишком и сумбурно, хаотично. В нем не было органичности, не было удобства такой литой схемы. Были какие-то непонятные знаки, символы везде напихали. Если это косяк, еще раз повторюсь, пробной версии, то я этого не знаю, потому что я в оригинал не играл. Я не в курсе, что там в оригинальной версии, какой интерфейс. Но, однозначно, интерфейс не выглядит на прям вообще отлично. Да, он такой, ну, средненько паршивости. Хотя это странно для такого сильного игрового проекта. В общем, за интерфейс поставлю оценочку 6 из-за рекламы, меня это прям сильно убило. Далее, вообще, действия главного героя, выбор оружия и прочее. Здесь все организовано, так как это все-таки по большей части игра от первого лица. Здесь у вас нет возможности выбора какого-то персонажа. Вы играете и сражаетесь своим, точнее, персонажем на конкретной модели. Это если мы говорим про компанию. При этом в сетевой игре, в самой сетевой игре, естественно, там выбор идет и титанов, выбор и оружия. Но, видимо, не главных героев. Почему? Ну, потому что в целом, я не помню в серии, в сериях Battlefield, если мы возьмем аналогию, проведем. Я не помню, чтобы там был выбор персонажа. Там выбираешь в основном оружие, выбираешь специализацию. Здесь еще выбираешь, плюс ко всему, скорее всего, титаны, с которыми ты будешь носиться, если он тебе открыт, если он тебе доступен. Это просто легко и понятно, да, но единственное, что я не запускал сетевой режим, и, наверное, глупо это, что я этого не сделал. Наверное, следовало бы это сделать. Знаете как, давайте я сейчас поступлю. Это уже второй обзор, где мы так поступаем. Я сейчас все-таки переключусь обратно на игру и запущу сетевой режим. Даже то, что меня там разберут, раскидают, убьют, пристрелят, это абсолютно не важно. Самое главное, это все-таки попробовать. Попробовать сетевой режим хотя бы немножечко. Потому что, если мы его хотя бы одну катку не рискнем попробовать, то мы не узнаем, как это выглядит на самом-то деле. И, как вы понимаете, это не есть good. Поэтому я сейчас делаю, на предыдущем стриме у нас такая же тема была, я все-таки делаю, экспериментирую. Хочу посмотреть сетевую хотя бы один раз. Так, зачем он меня забрасывает куда-то, непонятно. Так, сетевая, запуск, сетевое подключение. А, вот, все, наверное, я что-то не то нажал. Может быть, на рекламу щелкнул, меня зачем-то в браузер перекинуло. Давайте посмотрим, что нам сетевая даст. Нас сейчас рандомно закидывает, типа мы ничего не выбираем вообще. Или нас все-таки закинет и нам предложат сделать какой-то выбор между оружием, титанами, может быть, солдатами даже, я не знаю. Давайте посмотрим, чтобы понимать это и иметь возможность ответить на данный вопрос. Так, окей. Нам предлагают настройка пилота. Какой-то вид оружия, да, по всей видимости. Пилот 1. А, да, смотрите, пилоты совсем разные. У них разные комплектации, разные наборы. Слушайте, это круто. Это круто, это приятно, потому что... Это, знаете, я так полагаю, это компенсация вместо выбора специализации. Потому что специализация здесь одна, это пилот. Следовательно, вместо него здесь выбираются способности пилота. Его вооружение и способность. Это очень круто. Далее настройка титана. Ух ты, смотрите, как много титанов. Вы посмотрите, какая красота, ребят. Очень много титанов. У каждого своя способность. И, следовательно, выбрав титан того или иного вида, вы получаете те или иные бафы, так называемые, да. Это приятно, это круто. И есть даже усиление, так называемое, да. Усиленное оружие, клещи, автоматическая противопехотная турель. Одну минуту действует. Да, смотрите, есть еще и бафы, которые вы можете выбрать для себя. И ваш пилот будет сильнее на голову. Эмблемы. Есть выбор эмблем. Это фоны, да, фоны для эмблем, так называемые. Есть нашивки. Есть фракция. Здесь еще разные фракции, да. Одна открытая только. Остальные пока еще недоступные. Фракция, вот эта самая крутая, да. Это гей. Да, это разный уровень. Смотря какой уровень вы возьмете, зависит от уровня. И статистика, кстати, к нам неинтересна. Ну и сеть. Входящие, сетевые, поиск, магазин. Опции, аудио, видео, вопрос, ответы. Магазин, что в магазине. А, вот, наверное, меня поэтому перекинуло, да. Куда мне не надо, меня перекинуло в браузер. В браузере мне, собственно, делать нечего. В оригин перекидывает. В оригин вам предлагают что-то купить. Найти игру. Пригласить. Пригласить сеть. Сеть пригласить. И пригласить друзей. Это очень странно. Ну, в общем, вы нажимаете найти игру. И, по всей видимости, начинаете сражаться, да. Смешанный набор. Вот здесь каша. Вы можете сражаться с кем угодно. Есть святыня. Поиск матчей с режимами истребления. Охота за наживой. Усиленные опорные пункты. Последний из титанов. Захват флага. Пилот против титанов. Перестрелка. И все против всех. Восемь игровых режимов в игре. Это очень круто, я считаю. Плюс еще есть режим святыня. И частный матч. Это в бета-версии. Ну, и колизей пока здесь, видимо, закрыт и недоступен. На, ну вот они все внизу перечисляются. Можно выбрать, в каком режиме играть. Я считаю, что это круто. Вот мы самое главное с вами заценили возможность выбора, да. И мы поняли, что это возможность в игре присутствует. Это очень здорово. Мне кажется, что круто, когда вам предоставляют возможность хоть как-то кастомизировать своего персонажа, своего, там, титан, да, юнит, который вы используете в бою. Это очень круто. И за это отдельный респект. При этом вы сами видели, что все пилоты и все титаны выглядят очень мощно, очень брутально. И хочется использовать каждого. Ну, следовательно, чем выше уровень, тем будет больше возможностей, больше оружия, титанов. И вы это все можете использовать и развиваться. Это очень круто. Поэтому здесь за выбор персонажа, за возможность его кастомизировать, выбором, скажем так, подспециальности пилота, выбором титана, нашивок, эмблемы и прочей фигни. Мне это все нравится. И при этом все выглядит очень красиво, просто и доступно. Посмотрели по характеристикам, почитали, потратили на все это 10 минут. Не более того, может даже меньше, кому как. В общем, здесь я поставлю девяточку, мне понравилось. Да почему девяточку? Нет, я поставлю 10. Здесь в этом плане у меня претензий вообще никаких нету. Все очень здорово. Теперь, что касается графики. Ну, здесь однозначно я доволен полностью. Потому что, смотрите, я уже начал говорить в самом начале. Первое. Очень красивая графика, ровненькая, да, прям приятно смотрится. Плюс, великолепнейшая производительность, шикарная оптимизация, нет никаких вообще проблем. Все летает на ультра, при этом игра все-таки не новая, давайте об этом вспомним, да, она прошлогодняя. И самое главное то, что она работает даже на... Вот у меня сейчас ноутбук, да, ему, по-моему, 2 года. Но работает на ультра настройках. Это говорит о многом, ребят. То есть любые новые компьютеры, новый ноутбук, и у вас все будет летать стопудово. Что касается системных требований, да, по-моему, в Origin это не заявляют. Давайте я сейчас попробую посмотреть. Или нет, я, наверное, не посмотрю это никак. Скорее всего, я не посмотрю. Да, это фиговенько, потому что хотелось бы все-таки системные требования-то видеть. Не пишут никак это в Origin. К моему большому разочарованию, это вам не Steam, где я привык разглядывать сразу все данные. Да, здесь только реклама дополнений, здесь показываются ваши достижения. И можно параметры определенные настроить в игре. К сожалению, системных требований нет. Вот так, друзья. Я расстроен, но ладно, это не страшно. Почему это не страшно? Потому что, как я уже сказал, игра идет на ультра настройках, и это безумно круто. Очень круто, ребят. Я прям доволен. Так что здесь я ставлю за визуализацию, за качество картинки, за шикарную просто топовую производительность, за прекрасную оптимизацию. Я не нашел, пока играл, никаких багов, никаких проблем. Не было зависаний, не было фризов. То есть, все играется, как играется. Великолепно. Я здесь ставлю десяточку, потому что я доволен по самой, вот прям, по макушку. Теперь, что касается разнообразия вооружения. Да, разнообразие оружия и... Разнообразие, простота использования всевозможного вооружения и титанов. Ну и, естественно, визуализация. Каждое оружие имеет свой невероятный визуальный эффект. Это первое. Что это стоит отметить? Да, это почему? Потому что я взял пистолет, у него один эффект. Взял автомат, другой. Взял дробовик, третий. Взял гранатомет, четвертый. Взял ракетницу, пятый. Взял эмми, пушку, это шестой. Все по-разному выглядит. Это очень круто. Причем, сами эффекты действительно нарисованы очень качественно. Мне это нравится. Я всегда восхищаюсь подобной работой. Количество вооружений, вы сами видели, пока я выполнял пробные миссии. Да, там, я так полагаю, это специально, умышленно разбросано столько оружия. И я просто постоянно менял стволы и каждый раз стрелял с разных пушек. Это было очень круто. При этом, сам персонаж с собой таскать, как я понял, три вида стволов. Плюс бомбы. Это очень здорово. То есть, у вас есть какая-то одна пушка основная, вторая основная, пистолет. Либо бомба, либо звездочки, либо что-то там еще. Плюс вот эту, которую я подобрал, этот ключ, да, так называемый, который током бьет. Это вообще на отдельную кнопку висит. Это пять единиц вооружений различных. Плюс у вас есть титан. А у титана, вы сами видели, нажимаешь F1, у вас такой список оружия. Вы можете переключаться в любой момент на любое оружие. Что, как вы понимаете, создает великое разнообразие во время сражения. Но к этому мы сейчас еще вернемся. Поэтому разнообразие вооружения здесь огромное для этой игры. Простота использования элементарна. Все по стандартной схеме. Все на цифрах висит, на видимых буквах. При этом в боевом интерфейсе написано, если вы нажмете, например, на Q, вы запустите бомбочку, либо кинете паука, который сам встает, находит врага и взрывается. И это очень круто, ребят. Все доступно, все интуитивно и понятно. Мне это безумно нравится. Ну и по спецэффектам я сказал, я остался абсолютно доволен тем, что я увидел. У меня не было претензий ни к одному из видов вооружений, потому что они все отработаны в индивидуальном порядке. Это очень здорово. Я поставлю здесь десяточку, даже размышлять не стану. Далее, что касается игровой механики. Первая скорость боя, она дичайшая может быть, если вы этого сами захотите. Если вы хотите делать спокойно, все равномерно, размеренно, то это тоже допускается. И вы можете никуда не торопиться. Вы видели, что в некоторых местах я врывался, раскидывал. А в некоторых местах я просто стоял, сдалека отстреливал, убивал. После этого спокойно шел уже по пустой зачищенной территории. Это очень круто, мне кажется. Что касается разнообразия боя, все это рождается благодаря вооружению, благодаря способности Jump'n'Run. Я не знаю, как это правильно называется, может быть, не так называется. Я это называю так. Jump'n'Run, да? То есть прыгай-беги. Она так и выглядит, на самом деле. Вот это бегание, wall sprint или спринт, wall sprint, да, скорее всего, бег по стенам. Очень крутая тема, шикарная игровая механика, которая помимо стандартных прыжков у воротов, скольжения, которые можно делать, она еще добавляет вам возможность делать атаки сверху, да, постоянно перепрыгивать со стены на стен. Это очень сильно разноображивает геймплей. И вы можете делать, можете играть по стандартному принципу шутер от первого лица, когда вы просто идете вперед и расстреливаете все, что вам попадается. Либо вы можете играть в агрессивную игру, начать носиться по всем местам, прыгать, скакать и тем самым создавать невероятный экшен на экране. Это очень здорово. Мне кажется, это прекрасно. Ну и управление. Управление здесь не такое простое. То есть вот в этом моменте я должен сказать и признаться честно, что к прыжкам нужно еще привыкнуть к тому, как долго персонаж может бежать по стене, а потом он просто с нее соскальзывает. К тому, в какой момент нужно успеть прожать прыжок. Я вот за час игры еще не до конца адаптировался, я все равно там в некоторых моментах, вы видели, срывался еще под конец, один раз сорвался все-таки со стены. То есть я не допрыгнул до нужного места. К этому надо просто так и привыкнуть. Естественно, как только вы привыкнете к этому, вообще у вас никаких проблем с игрой не возникнет. Но период адаптации надо учитывать, что он все-таки есть. Поэтому здесь за скорость боя, за разнообразие боя и за управление я поставлю оценочку 8, потому что это все хорошо на самом-то деле и претензий здесь особых у меня нет. Ну и последние карты, да, это локации. Здесь локации все сделаны. Они хоть и большие, но нет такого чувства, что ты начинаешь сражаться и сейчас тебе придется бесконечно долго здесь бегать. Такого нет. Да, я понимаю, что если мы говорим сейчас о компании, то это коридорность. Понятное дело, что нас ведут по определенному направлению, но при этом мы можем по-разному решить эти способы, да, проблемы возникающие у нас. Мы можем подставить себе стену и перепрыгнуть через нее, либо можем каким-то невероятным образом найти обходной путь. Это, кстати, очень здорово. Поэтому эдакая коридорность разделяется на вариативность при этом, да. У вас все равно одно и то же направление, вы все равно движетесь к одной конкретной точке. Но при этом способы достижения этой точки, то есть способы добраться до этой точки, у вас как минимум два хотя бы дается. Ну, не всегда, но дается, да. И это очень здорово. Это все равно хоть как-то, но сильно-сильно добавляет реиграбельности. Да, проиграв один раз, пройдя кампанию, вы подумаете, если захотите поиграть снова, вы сможете это сделать абсолютно по-новому. У вас не будет стопроцентной повторяемости. И это удобно, это очень круто. И я считаю, что разработчики хорошо, что это добавили. Но, конечно, мы не говорим о понятии открытый мир там и такого. Здесь этого нет. Поэтому с точки зрения вот полного разнообразия, нет, этого нет. Все равно карты, как я уже сказал, они коридорные, они имеют пункт А и пункт Б. Все, другого варианта нет. И при этом маршрут приблизительно один и тот же. Вы никак его не обойдете и не проигнорируете его. Но в то же время сами карты выполнены круто. Вариантов достижения тех или иных целей много способов. Либо просто пройти прямо, либо пробежать, бегая по стенам, атакую сверху врагов. Очень много. Мне понравилось, включая, естественно, я сюда добавлю, хотя это надо было сказать раньше, сама физика взаимодействия с врагами. Здесь нету аркадного хп, как такового, да. Здесь есть уязвимые зоны, в которые вы попадаете. Вы можете попасть в голову противнику, он умрет сразу. Может расстреливать его по ногам, по рукам, по корпусу, и он будет еще падать, потом вставать, снова сражаться. Это очень круто, это приближает к реалистичности. То есть это не аркадный шутер все-таки. Это шутер от первого лица с элементами реалистичности, в которой у вас есть уязвимые точки. Это круто, это фактически симулятор боя. Это очень здорово, мне нравится и играть приятно 100%, но это я сейчас отступление сделал. Короче, по картам, ребят, я поставлю оценку 9, мне все понравилось. Итого, общая оценка у нас получается 6, 10, 10, да, это 26 баллов. И 10, 8, 9, это 27 баллов. 26 и 27 баллов. 40, 53 балла, да, 53 балла игра набирает из 60. И это только по той причине, сейчас я как бы хочу приспустить на землю тех, кто начнет говорить, что JetPot не прав. Это сейчас только по той причине, что интерфейс в пробной версии выглядит так. Возможно, в оригинальной версии, без пробной, да, выглядит все намного лучше. И вот этой рекламы нет. И если ее действительно там нет, то баллы из интерфейса минимум будут 8. Минимум 8. Но десятка точно не будет, потому что все-таки интерфейс не так крут, как хотелось бы. Но мне кажется, что и сейчас игра набрала именно то, что она заслужит. 53 балла из 60. Это очень хорошие показатели, которые стопудово лично меня подталкивают к тому, чтобы я приобрел эту игру. И игра, на мой взгляд, прекрасна. В нее интересно играть, у нее интересная компания. А живые титаны, которые помогают вам в бою, которые дают вам советы, это живой искусственный интеллект. Это очень круто. Прямо мне это нравилось еще с первого Titanfall. И вот, пожалуйста, второй Titanfall у меня прям... У меня прет. Короче, друзья, моя оценочка 53 балла из 60 для игры Titanfall. Надеюсь, что вы со мной согласны. Надеюсь, вам это нравится. Если да, то подписывайтесь на мой Twitch и YouTube канал. На YouTube нажимайте колокольчик, чтобы получать оповещение. И вступайте в мою группу ВКонтакте и на платформе Steam. Все ссылочки, ребята, есть или будут в описании. Конечно же, пишите ваши комментарии, ваши мнения по поводу игры Titanfall 2. Нравится она вам или нет, хотели бы вы в них играть. И ставьте лайки, если вам зашел стрим. Если не зашел, и вы поставите дизлайк какой-то причине, то хотя бы напишите, за что вы поставили дизлайк. Желательно, адекватно, ребята, давайте помните о том, что все мы люди, надо общаться друг с другом вежливо. Ну и делитесь этим видео друзьями. Для вас репосты мелочи, для меня способ развивать канал. С вами будет JetPod90, желаю всем приятной ночи, увидимся с вами, скорее всего, послезавтра, может быть и завтра. Посмотрим, следите за новостями в группе. Пока.